Окей, ребят, всем привет! У нас сегодня большой итоговый семинар по проходам Деларивы. Показываем, соответственно, один раз, отрабатываем, переходим к следующему этапу. Мы сегодня рассматриваем, наверное, все основные проходы Деларивы, которые в большинстве своем есть, да, не впадая в какие-то дикие исключения. Начинаем мы с того, как в Делариве стоять. Окей, ложись. Да, у меня немножко подсыпший голос после короля партера. И не только, поэтому, ребят, слушаем внимательно. Итак, первое, что нам нужно для прохода Деларивы, это правильно встать. Потому что если мы встали плохо, у нас согнутые ноги, какие-то непонятные, развернутые, то нас будут легко растягивать. Нас будут очень сильно болтать вот этим крючком, да, вывешивать, да. То есть, видите, как он здесь был хороший, мощный. Половина успеха нашего прохода – это встать так, чтобы наши ноги уже разваливали его Делариву. Первое, что мы делаем. Смотрите. Если у меня вот эта нога развернута пальцами наружу, даже немножко наружу, я показываю ему внутреннюю сторону ноги. Ему будет очень легко меня вывести из равновесия. Особенно, если он умный. То есть, он не просто поставил ногу и толкает, да, то есть, вот, толкает медленно. Вот, это долго я могу держать. А если он берет, заряжает ногу и выстреливает мне в ногу, да. Я здесь буду вот так вот отлетать. Если вас никогда не пинали в ногу, то вы очень ногу упустили в Делариве, да. Поэтому, чтобы этого избежать, я должен развернуть пальцы своей ноги ему прям в анус. То есть, не просто куда-то в корпус. Здесь в пинках вальше, чтобы сбить ногу. Я должен завернуть стопу вот так, чтобы… Можно, я убью ножку. Чтобы показать ему только верхнюю часть своего бедра. Только вот. То есть, у нас нога как куб, боковая, грамя боковая, задняя, передняя. Очень важно. Часто ошибка у людей первая. Они ставят ногу далеко. Если нога далеко, очень много места для заряда, для выстрела, выстрел будет сильным. Дальше люди подходят и начинают ставить какую-то согнутую ногу на носке. Технически на носок ставить можно, но для людей, у кого нет проблем с балансом и контролем конечности. Здесь вы переломаетесь просто, поэтому мы стоим на всей стопе. Мы ни в коем случае не подсаживаясь, не сгибая ноги. Первое, что вы должны прочитать, я стою на прямых ногах, да. В таких жестких прямых ногах. Стопа развернута здесь. Здесь, когда у меня нога развернута вот так вот, на ней очень важно, на ней стоит вес. Когда он меня будет толкать в ногу, ему будет очень тяжело. То есть, если даже он сделает много толчков, что он сначала сделает? Он сначала толчками развернет мою ногу, и только после того, как развернет, растянет, да. То есть, все это дает нам запас прощести на позицию. Разворачивайся туда головы. Теперь касательно вот этого крючка. Снорная ошибка у людей, они берут, подсаживаются, сгибают ногу. Сгибая ногу, вы даете офигительное пространство под крючок и под воздействие. Видите? Он своей ногой зажимает мою ногу вовнутрь, да. Особенно те, кто смотрели наше видео, как держать дилориву, да. То есть, вот эта нога всегда оказывает воздействие. Посмотрите, первое, что я делаю, я выпрямляю ногу. Когда я выпрямляю ногу, я уже немножко ослабляю вот этот крючок. То есть, когда у меня нога согнута, я его здесь замучаюсь снимать. Нога прямая, снимается гораздо легче. Дальше. Чтобы его колено не оказывало воздействие на моё колено, что я делаю? Смотрю внимательно на стопу. Я беру, то есть, я вот здесь стою, у меня вот эта нога развернута. Я беру вес на пятке, поворачиваю пальцы, и после этого я доворачиваю своё колено наружу. Видите, он смотрит наружу. Видите, как у него начинает выламываться дилорива, да. Банально, сравните, вот дилорива, держи жёстко, держи дилориву жёстко. Я давлю рукой, я давлю, 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 только в конце отвалилось. Теперь смотрите, он дилориву держит, развернул, развернул колено, бам. Мне гораздо легче снимать крючок. Если крючок слабый, на меня оказывается гораздо меньше давления, гораздо меньше шансов, что я с двух ног полечу. То есть, расположение моих стоп, оно вот такое. Нога, в которую толкают вот так. Нога, в которой я дилорива, вот так. Да, у меня непрямые ноги. Прычные позиции у меня, вот такие углы, чтобы дилориву разрушать. Дальше, Гир, ложись. Другая критическая ошибка в вашей стойке. Вот смотрите внимательно сейчас на мои ноги, на мой таз. Я стою на прямых ногах. Я сгибаюсь посередине корпуса. Я не нагибаюсь. Я сгибаюсь. Мой вес не ушел никуда с моих ног. Вообще никуда. То есть, у меня корпус согнулся, вся моя развесовка осталась на ногах. Если я хоть чуть-чуть подам вес вперед, ему в этот момент достанется только дернуть меня ногами к себе. То есть, смотрите, я наклоняюсь, подаю чуть-чуть вес вперед, он дергает меня ногами к себе, я проваливаюсь. Вот так вот. Если я, смотрите, я здесь, вес на ногах, дергаю ногами, ничего не происходит. Миллиметровый перенос веса влияет на вашу реакцию в борьбе. То же самое касается с любителями, опять чуть-чуть в жопу назад. Сесть вот так вот назад. Вот таких нужно просто толкнуть ногами вперед. Это было абсолютно правильно, да. То есть, вас никто не обязан гладить, это жесткая борьба. Вы сядете на жопу, отдадите бал. Да, то есть, еще раз. Вот я стою, вес на ногах, стопы развернуты. Я здесь, даже если меня толкают ногой. Да, я балансирую, никуда не падаю. Отпряченная назад зайца я балансировать не могу, потому что я начну подниматься, я упаду, да. То есть, моя позиция, она является амортизирующей. Дальше. Моя голова на уровне его головы всегда, на одной линии. Смотрите. Вот моя голова, у меня вообще маячок на голове, да. Вот его голова. Мы сейчас, замри, замри. На одной линии с его головой. Всегда, когда он забирает захваты, обратите внимание, захват штанина от ворот, он хочет немножко уйти в бок. Для чего? Для всех опций. Даже на берембола, когда он заходит. Заходи на боло. Не, не, зачем ты? Вот, видите, он уходит головой с линии моей головы, да. Обратно. Чуть, давай, от камеры отодвинемся. Теперь смотрите. Я встал правильно, у него захваты. Моя голова на линии его головы, он начинает смещаться вбок. Я начинаю доворачиваться за ним, да. Он чуть-чуть головой вбок какой-то, я сразу же за ним. Даже если меня растянули. Смотрите, если у меня корпус будет сюда, меня могут завалить. Но как только я своей головой балансирую на линии его головы, он может меня ронять. Ронять, ронять, заваливать. Видите, вот голова вперед. На линии его головы. Да, ему нужно переиграть мою голову из положения корпуса, чтобы меня уйти. Потому что здесь я еще могу вставать, могу выходить. Распространенная ошибка у людей, что у них во время стояния голова вот так вот ходит. Пацанов, что дело под питерскими солями просто. Да, но нет. Мы стоим, стопы развернуты, спинка прямая, вес в ногах не назад, не вперед. И голова преследует его головы. Я постоянно доворачиваюсь. Обязательно доворачиваю стопы. Сейчас нижний берет ларию, двигается вбок, держит жестко. Нижний встал. Ножками разрушает ларию. Головой преследует. Все понятно? Работаем. Окей, едем дальше. Давай поменяемся чуть-чуть местами, быстренько встань, пожалуйста. Следующая ключевая деталь, она отвечает за контроль на подготовку свипов и вообще запусков из ларию. То есть, смотрите. Илюх, да, рядом с Родиной не стоим. То есть, вот я здесь. Если я просто лежу, сейчас расслаблю эту ножку, и просто толкаю, он может стоять, я не получаю какого-то эффекта, да? То есть, это можно переиграть. Поэтому, чтобы усилить свое действие, я что делаю? Я толкая сажусь, да? Теперь, когда я толкну лягу, я его сильнее растяну, либо... Пожалуйста, встань обратно. То есть, я толкая сажусь, ложусь, подтягиваю к себе. Куда-то полетел-то, ну... Могу поднимать. То есть, я вместо вот этого делаю вот это движение, и я могу сильнее растянуть его, либо толкнуть, сильнее запустить. И опять же, если мы даже посмотрим берембола, это фактически в современном БЖЖ одна из топ-опсий Деларивы. Ложись. Смотрите, он идет на берембола, когда... Правильно, иди на берембола, главное. Он... Закручивайся, стоп. Он поднимает таз. Да? То есть, ему нужно поднимать какую-то часть своего тела для амплитуды. Давай обратно. Человек не лежит монолитно на спине, когда ему нужна сильная опция в Делариве. И это нужно контрить. Что мы делаем? Головой туда. Берет Деларью. Стопы еще раз. То есть, мы на каждом этапе обрабатываем предыдущий этап. Вот вы чуть согнулись. Все, увеличили давление себе в колени. Выпрямить. Развернуть стопы. Да, все, крючачки слабые, видите, отлетают. Нога близко, далеко ногу выстрелит. То есть, вот. Я, как бы, поджимаю пространство, не даю его ноге разрядиться. Плюс, для того, что она в меня упирается, ее будет легко сбивать. То есть, она здесь зажатая. Вот эта нога, видите, уже готовая к работе. Поджатая. Я беру рукой захват. Очень важно. Я беру захват. Ниже его соска. Повернемся. Если я возьму выше соска, то есть у груди, у меня гигантское расстояние между моим корпусом и рукой. Ему легко поднять таз для атаки на сабмишин. Да, вот. Все, он поднял таз, отделил руку от моего тела. Сюда. И у меня будут очень большие проблемы. Поэтому обязательно я беру захват ниже соска. Я беру за отворот. И что я делаю, ребят? Я не кулаком упираюсь ни в коем случае. Я упираюсь основанием ладони. В середину его тела. Важно. Я не переношу вес. То есть, смотрите. Я не стоял здесь прямо, поставил и понес вес. Нет. Я стою на ногах. Бум. Рука уперлась. Теперь, если он попытается поднять свой корпус для толчка. Толкай. Вот. Ему тяжело. Я убираю. Бум. У меня проблемы. Вот это движение, эта рука у вас должна быть постоянно в голове. Почему? Ваш соперник, если он не идиот, он тайминговый. Вы убрали давление, бам, полетела опция от него. Поэтому, пока мы разрушаем его ноги, наша рука должна его стопорить. Дальше. Вторая рука. Поворот. Почему люди не могут убрать эту ногу? Во-первых, потому что... Держи ногу жестко. Возьми меня за творочек, пожалуйста. Смотрите. Вы берете вот так. Сбоку. Да? Ну. Вот захватом сбоку. Вот такой кривой рукой удобно толкать вбок. Да? А я хочу ногу загрузить. Что я делаю? Смотрите. Я беру клешню свою. Ногу. Он ставит мне жестко в таз. Да? Давай в таз, чтобы было максимально жестко. Да. Я беру свою клешню. Беру на самое основание его ноги. То есть на самый конец рычага. Теперь смотрите. Я не просто взялся за его ногу. То есть рука упирается здесь. Я начинаю свою руку выпрямлять в его ногу. Для чего? Чтобы она чувствовала давление. Чувствуешь давление? Да. Вот. Теперь. Смотрите внимательно. Я сейчас буду отставлять ногу. Твоя задача меня оттолкнуть в ногу. Когда я буду отставлять? Бум. Это я сейчас не грузил. Да? А теперь смотрите магию. Я здесь. Все стоит. Вес на ногах. Еще раз. Не вот так вот. Бум. Я гружу, гружу, гружу. Отставляю. Видите? Она провалилась. Он не может меня оттолкнуть. И если я отставлю ногу дальше, моя рука собьет его ногу. И это будет использовано как полноценная опция. Да? То есть. Еще раз. Мы не держимся за ногу, мы берем свою руку и начинаем сквозь его ногу своей рукой давить. То есть я не об него поднимаюсь вверх, а я продавливаю его ногу, чтобы когда я отставил, его нога отлетела. Что сейчас делаем? Нижний также берет захват и двигается вбок. Верхний. Правильно поставил ноги, нога в живот, нога в ногу. И постоянно оказывает у него давление, чтобы отсыхала нога у нижнего. Итак, едем дальше. Фактически у нас проход для ларио будет делиться на три вида. Это когда мы убираем его ногу между наших ног. Это когда мы раздвигаем его ноги. И это когда мы выходим назад. Сейчас массив проходов будет с акцентом на то, что мы убираем его ноги. Итак, смотрим. Бычком. Мы были здесь, спина прямая, ноги близко. Еще раз. Вот это уже далеко. Не вот здесь. Низко берем, да? Обязательно уперлись здесь. Спина прямая. Когда вы смотрите вниз, он вас потянет за отворот, у вас провалится спина. Мы поднимаем обязательно голову вверх. Для чего? Чтобы отворот не так сильно влиял на нашу осанку. Да, нам натрет шею. Но как бы это нормальная жертва. Сопутствующий ущерб, как сейчас говорят в Израиле относительно газа. Вот. Дальше. Обязательно давление в ногу. И теперь смотрите внимательно, как я отшагиваю свои ноги. Я не делаю каких-то таких замахов. Особенно вот любит ли вот так вот делать. Это вообще треш. Я делал короткий шаг, короткий подшаг. Дын, дын. Почему? Поменяемся местами. Один раз показываю. К чему приведет ваш вот этот цапля, который вы делаете, с нормальным тайминговым соперником. То есть я здесь, я здесь. И он, когда отставляет ногу, делает мах назад. Все. У него, в принципе, как бы, ну, равновесие потеряно. Поэтому у меня отставление идет. Дык-дык ноги. Чтобы мой вес никуда не перемещался. Когда вы отставляете ногу далеко. То есть еще раз. Даже если он не поднимает цапли, а просто берет какое-то далекое отставление. Делает. То, что если ваши соперники, с кем вы встречались, не умеют выводить равновесие, да, в сторону, только только к себе умеют тянуть, да. Это не значит, что так нужно делать. То есть я здесь, здесь, здесь. Бум-бум. Давление дать очень много. Смотрите, держи ножку жестко. Я сейчас не дам давление, но она не сбилась никуда, ребят. Представляете? Допусти. Очень важно, чтобы ваш соперник не был трупом, с которым вы отрабатываете. Как выглядит отработка на трупах? Расслабь ногу сейчас. Я отшагиваю, нога легла, я подшагнул. У него срослись колени. Потом вы будете бороться, да, на соревнования. Вы берете такие. И на тренера вот так вот люди злуют. Почему? За что? Да, то есть вы должны провести определенный объем работы, чтобы достичь результата в борьбе. Да. Я здесь, здесь встал. Спина прямая, ноги прямые. Еще раз. Любые согнутые ноги, сильные крючки. Выпрямил. Давление дал. Отшаг провалилось подшаг. Как делается подшаг? Так, обратите внимание. Моя нога подходит пальцами прямо за его задницу. Видите, я немножко его пинаю. Моя нога стоит на стопе. Я не стою на носок. Я кладу колено своей ноги на заднюю поверхность его бедра. Вот. То есть оно ложится. Нога на стопе, спина прямая. Я не согнулся вот так вот, да? Бум. Чуть вес мой зависит на нем. Для чего? Чтобы загрузить его ногу. Если я буду стоять вот так, ему ничего не мешает вытащить ноги, раскрывать, да, меня. Он может даже здесь крючком под эту ногу меня раскрыть изнутри. Да. Если вы не зажимаете нормально. Обязательно. Бум. Если вы поставите ногу сбоку, вы ногу не загрузите. Вы отсюда улетите. Давай поменяемся. То есть, смотрите. Сейчас он подставляет ногу правильно. Давай, убирай. Он подставляет ногу. Стопа. Здесь. Вот он стоит жестко. Смотрите. Я беру, крещу две ноги. У него жесткие ноги. Коленом заднюю поверхность бедра. Дави, коленом заднюю поверхность бедра. Да. Нет. Теперь он ставит ногу чуть сбоку. Он также может опереться, также опустить задницу. Если человек не блокирует заднюю поверхность моего бедра, вашему сопернику вообще ничего не мешает вывести вас из равновесия. Ну, только его неумение или нежелание, да. Если вы не грузите заднюю поверхность, вы нормальный человек, у которого есть рабочий ряд лариева, есть рабочий гардер, вы оттуда улетите. Да, это не для вас хорошая позиция, не для вас хорошая позиция, а для него. Ложись. Еще раз. Давай, сейчас у тебя. Опа. Чик. Я загрузил шаг, сбил под шаг, колени сжаты. Я не пытаюсь еще раз. Ногу сбоку, нога сзади. Я здесь, вес на нем. Ни в коем случае я не хочу открывать пространство вот этой руки, чтобы не проиграть андерхук. Вот это будет плохая очень история. Да, руку мне могут оторвать, любимые ученики. Поэтому вот эта рука около таза. Поскольку меня будут отсюда часто выталкивать, я могу взять за кимоно около таза, за пояс, или просто за кимоно, чтобы просто вот прижаться. Дальше я буду прыгать вбок. Пусти. Я буду делать ход. Лежи, 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 не шевелись. Я буду делать ход конем. То есть я сделаю свое тело буквой Г, мои ноги прыгнут сюда, мой корпус прыгает сюда. Важно. Я прыгаю вбок, и оказываюсь сбоку от моего соперника, не на него. Не на него мы будем прыгать в другом варианте. То есть я здесь. Режу ноги жестко. Почему ноги из вас не могут прыгнуть? То есть вы прыгаете, вы такие, да, не смогли. Потому что вы не разворачиваете стопы. Я здесь, я загрузил, смотри внимательно на мои стопы. Я развернул стопы вот сюда, куда я буду прыгать. Да, то есть вот. Раз-то по два. Обязательно у меня, лучше сейчас с этой стороны снимать. Значит, вернемся вот так. Опа. Обязательно у меня, лежи, лежи, лежи. У меня не жопа выше, не голова выше жопы, а жопа выше головы. Ноги развернуты, вот. Рука здесь, я прыгаю ногами. Пум. Видите, вот ножки. Мое плечо блокирует его плечо. Вот. Я здесь. Эта рука держит за отворот. Если я полезу брать за голову, он возьмет меня андерхук, и я проиграю все на свете. Поэтому. Либо, если у него захват за кимоно, мое плечо работает, видите, он ниже его плеча давит, и вообще мой корпус ниже его корпуса. Если бы он отдал андерхук, не, не, мой, мне отдает андерхук. Ну, здесь все понятно, здесь все проще. Важно. Я здесь не пытаюсь упасть сразу. Почему ноги жестко держили? Если я пытаюсь здесь сесть, он еще может развести колени широко. Я, да, меня, я выпаду. Обратно. Я здесь, видите, стою на ногах. И что я делаю? Сейчас чуть-чуть я вот так разверну. И я вот здесь стоя плотно, чуть забегаю ножками сюда. И когда я забежал, опускаюсь на колени. Я очень широко на коленях, мой таз на его коленях сидит. Если я сяду на его жепи-пепи, то он разводит ноги, я получаю пинка коленом под жопу, да? Улетаю. Поэтому сидим обязательно на его коленях, чтобы не дать возможности ему их раздвинуть. Вот эта рука, она притягивает его к себе. Почему? Смотрите, ему нужно отъехать корпусом, чтобы вставить руки и начать вытаскивать ноги, да? Поэтому мы его должны... Сюда. Опа. Обязательно притягивать к себе. Теперь мы в джиу-джису работаем головой, да? Вот тем местом, где у меня микрофон, лбом, да? Я упираюсь лбом всегда, не вот этим местом. Просто у меня микро, поэтому я буду сейчас вот этим местом упираться, да? Извини. Я, не пытаясь сразу нащупать его лицо, я ставлю лоб в грудь, рука я прижимаюсь и толкаюсь лбом ему в челюсть, раскрываю его голову. Что я делаю? Смотрите, я сижу на его ногах, блокирую его колени. Своим давлением я раскрываю ему голову в другую сторону, тем самым скручивая его тело и ослабляя. Вот здесь человек может пихаться, еще использовать силу. С отвернутой рожей он уже не может пихаться. Я здесь. Я здесь. Бум. Так нащупал. Бум. Важно. Теперь, смотрите, вот этой ножкой я перекрываю его верхнюю ногу. Коротким движением. То есть я согнул ножку, зацепил верхнюю ногу крючком стопы. Бум. Да, вот, держу. Я не пытаюсь перейти сразу, потому что мощь терпения хочет выбраться в каждый свободный момент. Я здесь взял, встал на ноги, дал очень много давления головой. Перешел. Когда я перехожу, головой отжимаюсь. Если я буду прижиматься так головой, я буду ловить багичелки. Багичелки это прием против жадных, это прием против людей, которые так вот прижимаются головой в сад, где их душат, да? То есть, если мы давим грудь в голова далеко, сделать багичок, нам будет гораздо проблематичнее, да? То есть я переходил, я поднимаюсь, рука под голову, нога держит ногу ближнюю. Да, то есть я полностью контролирую, давлю. Все, сюда пришли, закончили. Еще раз смотрим. Сейчас показываю белый уже без особых объяснений, потому что мы с вами делали. Чуть-чуть вот сюда. Пум. Бум. Подшаг. Взяли. На нем давление. Развернул. Прыжок. Жопа выше головы. Держу. Забежал чуть-чуть. Опустился. Голова. Раскрыл. Плотно. Зацепил верхнюю ногу. Встал на две ноги. Дал много давления. Перешел. Никаких прыжков, только шаги. Кросс фейс. Контроль ближней ноги, потому что именно ее будут подвассовывать. Переходим сразу же ко второму проходу. Очень важно, как мы выбираем, каким способом пройти. Мы не делаем то, что нам хочется. Мы смотрим. Мой соперник дает такую-то реакцию, мы ее обрабатываем соответствующим способом. Важно. Мы не зубрим технику. То есть мы не пытаемся за ее заучить. Мы учим определяя ситуацию и просто подгоняя свое тело под примерно правильную позицию для этой ситуации. То есть, да, колено в одну сторону, мы туда двигаемся, колено в другую, мы в другую сторону двигаемся. Не пытайтесь зазубрить. Вы должны научиться просто определять, как правильно двигаться. Да, все приемы в зубе не запомнить, но все приемы можно придумать. Если вы знаете общие правила игры, да, если у вас как бы в башке есть такой конструктор, да, вы все соберете. Если у вас как бы чертежей нет, вы можете запоминать форму каждой детальки, но это будет бесполезно. Итак, то же самое. Мы забрали ногу. Вот теперь смотрите, он разворачивает колено в эту сторону. Ноги скрести, ноги скрести. Смотрите, я при всем желании туда не прыгну. Но теперь я буду прыгать вот сюда. Важно. В предыдущем способе я прыгал в бок своим телом от него. Теперь я падаю на него, а мое колено вот отсюда переходит вот сюда. Сейчас держу жестко. Очень важно. Смотрите на мою ногу. Покажу специально для ноги. Видите? Я поторвал стопу, его загрузило, и видите, поскольку он мотивирован держать, вот здесь появится вот это ушко, да, в которое я буду заправлять андерхук. Если вы попытаетесь сделать движение, не оторвав эту стопу от пола, то есть вы пытаетесь шагнуть, у вас ничего не получится. Нужно убрать эту ногу и упасть. Тогда будет достигнут нужный эффект. Итак, мы пришли, колени сжаты, он разворачивает колено наружу. Да? Смотрите, почему он это делает? расслабься. Я захожу сюда, я начинаю доворачиваться, он понимает, так, дело пахнет кересином, разворачивает колени. Тем самым блокируя мне опцию. Что я делаю? Поворачиваю таз, корпус падает на него, сгибаю ногу, колено идет вот сюда. Так, сейчас давай. Не, 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 куда ты расслабился? Я тебя повернуть хочу просто. Держи. То есть вот, я здесь, он повернул, и я падаю на него, колено, видите, колено ходит сюда. Рука залезла в андерхук. Теперь самое важное. Держи крепко. Я тебя поверну просто. Видите, он на боку. Его нога сильно вставляется мне в таз, дает дистанцию. Моя задача нырнуть и положить его на спину. Здесь давление такое, настолько неудобная поза, что ему придется отпустить захват. Смотрите внимательно, видите, он скрученный. То есть моя нога загрузила его ногу, мое плечо положило его на пол. Он также скручен, когда мы работали головой. Дальше смотрим на движение моей жопы. Ножку держи крепко, я тебя поверну сейчас. Не, не, не руку, руку ты уже не возьмешь. Как доставать ногу? Смотрите. Я его положил, причем давлю в плечо. То есть не вот так вот я, чтобы он мог выбираться, да, а вот плечо на плечо. Я кладу свой таз до пола максимально. Держи ногу крепко. Я расслабляю, захвачиваю ногу. То есть не на себя пальцем, а максимально расслабить. И теперь мне очень нравится этот способ. Я начинаю легкое тяни и толкай. Я беру ножку к себе, жопкой назад. Бум! 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 Все. Расслабленную ножку я вытащил. Тазом назад развернулся кроссфейс контроль. Сейчас я еще раз ножку заберу мне. Не, не, не. Вот здесь. Мне очень сейчас не нравится вот этот способ. Далеко выезжать куда-то. Не, я здесь, я хочу быть на нем. Я жопкой дык, дык, дык. Вот, раскачиваю. Возьми еще раз ногу, перехватись. Если вы пытаетесь сделать вот это, ух, один раз. Бум! Ни вас ничего не будет. Вот. Маленькими движениями. Да, то есть мы дык, 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 дык его болтаем. Рывки наоборот позволят ему очень жестко закрыть ноги. А ваши резкие движения позволят ему подвести под вас таз, если он холлгард играет, вас уронить. Мы мягонькими движениями просто разбалтываем и вытаскиваем расслабленную ножку. Еще раз смотрим само движение. Головой туда. Мы здесь. Ножка забрана. Дай, сразу заберу, чтобы не трать время. Развернуто колени. Корпус падает на него прямой. Колено вот между его ног. Бум! Если его ноги сложились сразу под меня, а сейчас это идеально. Но бывает, что нога зайдет в таз. Не, не, куда? В таз. В таз. Да. Ребят. Держи, держи. Вот, смотрите, здесь. Я толкаюсь, я прям не вот пытаюсь его ногу перетолкать, а я прям поверх прыгаю. Вот. Положил на пол. Теперь таз опускаю до земли, ножка не прямая. Прямая нога, я упаду в гард. Вот собранная ножка. Колено вперед. Прошел. То есть колено выходит, я падаю на него. Обязательно андерхук. То есть моя рука находится вот здесь. Если я прыгну за голову, я прыгаю андерхук. То есть еще раз. Иногда может быть мало места, поэтому я беру рукой. Видите, помог? Бум. Обязательно положить на спину. Дать давление. Бум. Положил. И вот здесь начинаем доставать. Есть третья реакция, с которой мы работаем. Это колено посередине. Как мы ее выбираем? Я беру. Смотрите. Вот я собрал ножку. Я поворачиваюсь вот сюда. Он перекрывает колени вверх туда. Да. Я такой. Окей, брателло, я сюда, он в другую сторону колени. И у нас уже такая активная гляба по поискому углу. То есть вот, я стою здесь, я сюда, он разворачивает. Я сюда, он разворачивает. Я понимаю, что ни тут и ни сюда. Да? Он мне дает запрыгнуть. Тогда я впрыгиваю ногой посередине. Очень важно. Моя цель также оторвать стопы и прыгнув коленом. Я целью с коленом всегда в лицо. Но поскольку мою ногу делаю за штанину и у него жесткая нога сама по себе, колено до лица не долетит. Только если он все бросит, тогда да. Но он не бросит, он же тут меняем. Поэтому вот мы были здесь. Я ловлю. Очень важно начать не с места, а ловить в другую. То есть смотрите, я сюда перекрыл, сюда перекрыл. Я прыгаю своим коленом в него. То есть важно, я не пытаюсь поставить вот так вот. Нет. Я беру и вот я стоял здесь. Нога вбог одновременно. Пум! Бои внимания. Так вот, чтобы вышла позиция. То есть я прыгнул, его ноги были жесткие и мой вес сместился сюда. То есть я прыгнул сюда, его жесткие ноги самоктизировали, я пришел вот в эту позицию. Еще раз, если у вас будет голова выше жопы, медленнее, подпадаем, ничего, раскрывает колени, вот он влезет. Всегда. Жопа лучше в ноги. Вот мы загрузили эту сторону, важно, смей, внимательно. Замыть. Если я поставлю колену на пол, я потеряю контроль. У меня крючок под коленый сгиб, нога на нем. Я здесь смещаюсь сюда, да, знакомая позиция. Могу уже андрех руки взять, могу здесь маун пройти, могу здесь головой работать, цеплять, проходить, да? Бывает наоборот получается. Да, да? у себя здесь, да, я сюда успеваю, мы в одну сторону покрываем, в другую, я, и смотрите, у меня колено было под давлением, уходит сюда, андрехук, раскатывание, фактически я пришел, просто способ, который мы делаем, то есть, у меня нога, в зависимости от его реакции, упадет либо на эту ногу, призмет его в земле, либо на эту ногу, либо, либо, третий путь, слава, третий путь, у меня колено, может, предстоя, вбок, в него, встать, нагрузим, вот здесь, еще важно, я не пытаюсь его натянуть, наоборот, кулаки, прижимаю, не у плечи к углу, почему, когда здесь кукла спина, ему легко поворачиваться на ногу, поворачиваться на ногу, бом, видите, снесли колено, и здесь будут отдыхники, вот проблема, это я делаю, вот так, поворачиваться на ногу, видите, тяжело, открывая стопу, давлю, когда вот он, все бросит, вложится в движение, чтобы убрать ногу в какую-то из сторон, я накрываю его, бом, да, знакомая позиция, могу здесь, могу здесь проконить, да, то есть, можно подбирать, голову идти в маунт, я выдавливаю, из него кислорож, и жду реакцию, какую ногу у меня, от броска колена, получится загрузить, в ту сторону я работаюсь, работаю с тем, что здесь, очень важно, движение, очень сильное колено, можно я послалу, вкаривать большого парня, так, не выкариваюсь, теперь, теперь, ложись, ну и смотри, вот, я вверху, я вверху, я вверху, ты смотри, все, жестко возьми, все, у меня очень большой парень, я сюда иду, да, он перекрыл, я сюда, он перекрыл, я сюда, в этот момент, губ, я в него зашел, видите, у меня колено в него, он держит штаны, я здесь балансирую, я не поставлю ногу близко, чтобы упасть, вот, он будет здесь работать, я буду здесь работать, то есть, вот, видите, загоняю колено, бом, а вверху, он проиграл, давление, будет проход, да, то есть, я использую, один дополнительный этап, чтобы определиться, в какую сторону мне пойти, правую, в левую, да, потому что он, он дает мне реакцию, я даю ему неожиданную реакцию, в таленок вперед, все то же самое, поехали, добавлял этот таленок. Следующий способ, будет очень похож на предыдущий, за одним исключением, работы его ноги, да, концептуально, это еще раз, это одно и то же, но фактически все проходы, которые мы сегодня будем делать, это одно и то же, просто в разном контексте его борьбы, итак, смотрите, дала его, творос, какая ошибка обычная у людей, медленно расслабь ногу, смотрите, я забираю у него ногу, я отделяю колено от его корпуса, у меня получается ногу забрать, да, но есть умные люди, которые тренера хорошо учили, и когда я начинаю у них забирать ногу, они подтягивают ногу к себе, да, и поднимают стопу, соответственно, мне между ног к себе засунуть нечего, часто люди такие, здесь перезапускают, типа, так, я зайду обратно, не, я вот, погоди, 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 вот люди такие, а, человеку ногу поднял, подними ногу, окей, я зайду обратно в Далариву, и начну все заново, это вообще плавает, то есть, ну, вы должны понимать, что если человек так сделал, то есть, мне тоже хватает ногу, он ее вернул, во-первых, он что-то понимает, ну, реально, как бы, вы должны почувствовать уже угрозу в жопе, что этот человек уже как-то опасен, да, он уже вот, что-то знает, и нам нужно использовать вообще каждое движение для прохода, очень важно, сейчас мы двигаемся только вот этой ногой, мы вот этой никаких подшагов не делаем, то есть, в предыдущем варианте у нас был отшаг прыжок, сейчас прыжок вот этой ногой, дарите головой, вот так вот, основание ладони никуда не делось, давление, отшаг, он возвращает ногу к себе, и я прыгаю вот этим коленом ему в грудь, бум, очень важно обратить внимание, замы, если я ставлю вес вот так вот прямо, он толкает меня бедром, и меня вытолкнет, я прыгаю колено, и мой вес чуть вперед уходит, очень важно, я не боюсь прыгнуть ногой, я не ставлю ногу, потому что будет жесткое сопротивление, я прям прыгаю, еще раз, мы здесь, и я работаю в тайминг, ножка прямая, да, вот она, еще раз, не согнута, согнутая нога, это крюк, бум, отшаг, возвращение ноги, бум, я сразу же взялся, обратите внимание, вот на эту ногу, держи жестко, держи жестко, если я ставлю ногу далеко назад, меня толкнут ногой в ногу, не, не, погоди, не торопись, какой ногой ты меня в ногу толкнешь, да, поэтому, когда я прыгнул, у меня вот эта нога максимально согнута, а вот эта нога, видите, максимально близко к нему, чтобы он не мог меня толкнуть стопой, я беру за кимоно, еще раз, не тяну, наоборот, я нависаю над ним, чуть поверну, смотрите, видите, я начинаю разделять его позицию, дальше, я не пытаюсь его к себе притянуть, смотрите, я корпусом работаю, я обыгрываю, смотрите, я обыгрываю, бум, то еще раз, упрись, многие из вас такие, блядь, я тебя перетолкаю, зачем, бум, кросс-трейс, давление, смотрите внимательно, я закрываю своими ногами его ноги, бум, то есть я его ноги натянул, чтобы ему стало больно, в этот момент выпрыгиваю, сколько его ноги натянуты, они так и так сокращаются, меня выкидывает сюда в сайт, да, иногда я могу, замри, лежи, лежи, лежишь, иногда здесь, да, я запрыгнул, ножку держу к себе сразу, смотрите, я был здесь, да, я прыгаю, и иногда я могу здесь заправить андерхук, вообще сюда пойти, бам, да, то есть все то же самое, то есть я сторону выбрал другую, я почувствовал, что эта сторона слабее, я ушел сюда, еще разочек смотрим, давай чуть сюда оттащу, да, ага, вот мы здесь, бум, еще раз, вес не отдаем, еще раз, смотрите, вот представьте, мы боремся, я стою, он меня тянет, на себя, я отдаю вес, он меня дергает, все, он не будет отсюда прохода, все, вам придется потратить кучу сил, чтобы обратно встать по-человечески, поэтому, бум, отшаг, возвращает, бам, очень важно, вес не на зайце, вес на колени, поджимаюсь, вот видите, мои ноги сейчас разделяют, его ноги, эта нога, видите, плотно стоит, бум, я, видите, раскрываю, бум, видите, меня выбросило, потому что ногам неприятно, он думает уже не о том, как бы меня сходить, а то он как бы очко не треснуло посередине, да, все такое сейчас, за кадром было сексуальное движение, губами, мед прям, да, все, мы сейчас так же, он возвращает ногу, мы не пошагиваем второй ногой, мы прыгаем коленом, вес на него очень важный, блядь, пожалуйста, как я стою на колене, еще раз, ребят, не вот так вот, а вот у меня, смотрите, еще, стой, вот, коленка воткнулась, стопа вверх, видите, не вот так вот, так меня вытолкнул, а бум, и здесь я могу, сюда, видите, вот колено перешло, пережигнул, могу в другую сторону, да, сюда, а, итак, ребятки, котятки, мы переходим к следующему типу проходов, это проходы, когда мы ему раздвигаем ноги, чем они отличаются, ну, только тем, что мы вместо того, чтобы ноги собрать в одной точке, сжать, мы теперь раздвигаем его ноги, сам проход, вы сейчас оборжетесь, он вообще не отличается, он вообще вот такой, просто, ничего не меняется, да, из-за специфики Даларивы, мы, как бы, проходим одним и тем же, да, то есть, смотрите, у нас же вообще два типа проходов, это проходы через дистанцию, когда мы вышли, гард, и обошли, да, то, что мы с вами нарабатывали на проходах, дистанцию гарда, либо проход давлением, когда мы вынуждены зайти внутрь гарда, раскрыть его, распластать человека и пройти, да, то есть, обычно люди думают, что вот, это зайти, просто прыгнуть на человека, это проход через давление, нет, это не проход через давление, это проход через долбоеба, чтобы на два балла упасть, да, то есть, сначала мы заходим в гард, мы раскрываем гарда в некомфортном состоянии, мы распластываем человека по полу, после этого, проход, это вишенка на том, где после огромной продуктивной работы, а нет, тяп-ляпа готова. Какую ногу мы можем раздвигать? Да любую. Мы можем раздвигать вот эту ногу, мы можем раздвигать вот эту ногу. Как мы делаем? Смотрите, иногда у меня не получается сбить ногу вовнутрь, но, да, смотрите, отпусти, пожалуйста, да, анатомически. Стопа же не вот так вот пальцами в меня будет, потому что здесь можно болевой человеку сделать, да, то есть есть такой болевой, кто не в курсе, есть тимолог, да, то есть, ну, пальцы анатомически вообще в меня развернуты не будут. Из-за разворота пальца вот туда. Катя, блин, ну тормозни их, пожалуйста. Сначала боксеры этот, да, тормозни их, мы видос записываем, а они здесь погрушим. Командный голос. Вот, я сорвал командный голос, так вот. Минуты три. Пусть отжимаются. А наружу сбивается гораздо легче. Поэтому, что мы делаем? Мы здесь, я беру от шаг сбития наружу, и вот теперь, смотрите, шаг ногой. Да, то есть я шагаю ногой далеко. Если нога очутилась на тазу, ничего страшного. Вопрос в том, смотрите, когда она вот здесь, эта нога может с меня сносить. А когда она вот здесь, это уже достаточно слабая нога. То есть, вот из этой точки работать гораздо тяжелее. Иногда, если он не особо правильный, то я могу сбить, давить, шагнуть. Видите, нога ниже колена оказалась. То же самое может быть фактически со второй ногой. То есть, я здесь меняю захваты, да, сбиваю и делаю шаг. Тем самым, видите, раскрываю его ногу, да. Теперь мы добавляем просто действие к этому действию. Действие у нас будет одно – коленом прыгнуть. Мы здесь, нога здесь. Осанка. Я сбиваю. Очень важно. Я не держу штанину. Почему? Потому что, когда я здесь начинаю работать с ногой, штаны начинают ездить. Смотрите, я же вроде загрузил ногу, а вроде он мне может изнутри стопу воткнуть, да. Мне это не нравится. Поэтому вот я работаю вот с этой поверхностью. Здесь все-таки ему тяжелее. Очень важно, как обрабатывать реакцию. Смотрите. Я вот сейчас начну уводить. Он начинает обрабатывать, возвращать ногу вовнутрь. Бум. Знакомая позиция, да. То есть, каждое наше действие – это задел для другого прохода. Убирать стопу то, что мы с вами делали при проходах открытого. Бац, да. Мы в ладерях зашли. Мы здесь. Я открыл. Шаг не вбок. Шаг вперед. Очень важно. Нога жесткая. То есть, он сейчас не должен убрать мою ногу легким движением. То есть, она у меня жестко стоит. Да. Еще раз. Я убрал. Шаг. Прыжок коленом. Бум. Теперь по ситуации я могу вернуться назад. Очень важно. Видите, нога стоит на стопе. Я его давлю. Кроссфейс. Бам. То есть, почему вам нужно сделать движение? Ну, вот он понимает, что я заберу его ногу между ног. И он ставит себе самоцель эту ногу туда ни в коем случае не отдать. Еще разочек. Давай. Смотрите. То есть, вот. Я буду сейчас забирать твою ногу между ног. Да. Пум. Сюда я не пойду. Меня ограничивает нога. Плюс у меня вес. Назад. Захваты. Подтянул к себе давление. Проход. То же самое касательно второй ноги. А, есть проходы бэкстепом, да. То есть, есть вот эта история, что я здесь поменял захваты. Я сбил, развернул стопу. Шаг. Да, там у меня здесь. Бэкстеп. Я не очень люблю бэкстеп. Из-за сложности его исполнения. Бэкстеп – это не махнуть ногой. Бэкстеп – это махнуть ногой. Положить свое плечо на его корпус, чтобы он не мог поднять корпус. Моя жопа высоко. И все это в движении. И все это не как бы жопой вперед, да. Это очень сложное движение. Люди обычно делают. А я бэкстеп – это вот так вот сделать, да. На жопу сесть, чтобы от любого пинка упасть. А мы этого избегаем. Я не люблю бэкстепы. Поэтому без них. Плюс деды-ветераны, у которых растяжки нет, у них какой бэкстеп. Вот это вот. Не гнусь. Да, то есть вот я здесь. Смотрите. Эту ногу, возможно, не получается брать сильная. Эта слабая. Поменял захваты. Выпрямил ногу. Сбиваю не сверху и не в колено. Сбоку. Шаг вперед. Из-за того, что я шагаю, он теряет силу этого захвата. То есть он же назад не дает мне. Вперед он мне не может не давать. То есть смотрите. Был здесь. Я отдавил. Шаг. Я могу что сделать? Я могу дать вес сюда, начать поджимать. То есть вот, потолкай меня ногами. Он меня толкает ногами. Толкай. Использовали для другого способа. Могу, обманывая его. Жестко держи, пожалуйста. То есть я здесь, я снимаю шаг в колено. Обратите внимание, я съедаю его. То есть я не перед ним, я над ним. То есть я использую. Вот у него сторона закрыта. Я использую движение. Да, то есть я еще выпрямил. Я работаю жестко. Бум! Снял. У меня шаг вперед. Да? Что ты будешь здесь делать? С тебя какая реакция? Он хочет довернуться, заблокировать. Вторую ногу сбили, да? То есть это используется для того, чтобы развести его на реакцию. Я могу поставить колено. Он возвращается. Я могу забрать ногу, да? Я растягиваю его гард, получаю его реакцию. Прохожу. Маловероятно, что от растягивания его гард отвалится куда-то. Даже я растяну. Он такой. Да, скорее всего, он удержит. Но это хороший способ разбавить его на реакцию. Понятно, что делаем? Раскрываем ножку и обрабатываем проходом. На какие жертвы только не приходится идти, чтобы снять для вас семинар. Пока я учился широко шагать, как бы у меня штаны порвались. Да? Но это не повод останавливать съемку семинара. Хорошо, что я сегодня трусы надел под кимоно. А может и плохо. Подписчики окращаться. Итак, ребят. Быстренько одна поправочка, едем дальше. Вот здесь у вас многих ошибка. Смотрите. Что я вот эту ногу снимаю. Держу жесткую ногу. Смотрите, я снял наружу. Я не делал только короткий шаг. Почему? Он же всегда будет своей ногой компенсировать движение, да? Поэтому я должен его подожрать пространство. То есть я убрал. И у меня шаг не вот такой вот, а я прям с проносом. Да? Возможно, я смогу вывести таз вперед. Бля, он сейчас с рваными штанами. Это, конечно, такой себе момент, ребята. Но ничего. То есть выбил здесь. То есть условно. Мы боролись. Да? Я здесь. Я сбиваю. Делаю шаг. Таз вперед вывожу. Бам! Прохожу, да? Он глаза закрывает, когда это происходит. Количество. Ну или просто он глазу немножечко у нас. Вот. Очень хорошо. Да? То же самое касается второй ноги. То есть смотрите. Я был здесь. Мне нужно в него упираться. Я меняю захват. Я выпрямляю ногу. Да? Когда у меня сбитие произошло. Я делаю сильный шаг. Я здесь как могу проходить? Если я сильно хитрый, я могу сюда вторую ногу кидать. Да? Иногда получаю вот такой эффект. То есть. Если я его ногу собрал. Если я ее не соберу, то я могу зайти сюда. То есть у меня была вот эта нога здесь. Я зайду сюда. Да? Очень важно. Я проходы комбинирую. У меня нет такого, что я сделал один проход, а то не получилось. Ну все, хороните, то есть. Вот мы здесь. Жесткая доларива. Бум. Да? Не получается. Видите? Он вытаскивал ногу. То есть опять же. Я забираю. Он вытаскивает. Но не вверх. Шаг. Да? Колено сюда. Расчистил. Бам. Вы должны угрожать ему проходом каждую секунду. А не один раз в час, пока соберется идеальная позиция. Иначе вы никогда в жизни проходить не начнете. Все остальные проходы, которые не слайсом и смешем, они на самом деле схожи. Ложись перед ловью. Голову туда. Давай только. То есть, например, есть очень классический проход, когда мы берем. Да? Я сбиваю, собираю его вот так вот. Бум. Шаг назад. Прокручиваю. Колено сюда. Андерхук. Ну, то есть. Вы все здесь узнаете части других проходов. Ничего не поменялось. Только мы взяли. Вместо того, чтобы прыгнуть, его прокрутили. Да? Концепция одна и та же. Если у вас есть такая возможность его крутить, он не сопротивляется сильно, да? То отлично. Но поскольку обычно все-таки он пинается, лягается, у нас вряд ли будет столько много времени взять его, поднять, прокрутить и прыгнуть. Да? Поэтому нам приходится обычно прыгать для того, чтобы получить дальнейшую реакцию и ее обработать. Опять же, вы должны понимать, что мы не боимся сменить концепцию проходов. О чем я говорю? Вот была длорива. Да? Давай жестко, но не сильно быстро, чтобы люди видели. Мы здесь. Я сбиваю. Начинаю забирать. Он вытаскивает. Я беру. Шагаю. Иду сюда. Он меня выталкивает. Возможно, он меняет захваты. И здесь я выхожу назад, вхожу в проход открытого. То есть, возможно, я своими попытками разбил ему проход гарда. То есть, я разбил ему гард. То есть, он из длорива разболтался. То есть, вы его смешили, он такой лежит, отпихивается. Все, это не длорива. Это просто опен гард. Мы выходим на дистанцию опен гарда. Давай, ты покажешь. Ты неплохо проходишь. Смотрите, вот у меня была длорива. Он меня заманал своими проходами. Он меня смешил. Например, засмешь меня. Засмешь. Смешь. Засмешь. И я его здесь выталкиваю. И вот у меня это открытый гард. И вот мы это проходим. Да? То есть, мы выходя из гарда, мы не ждем. Братан, возьми длориву, мне проходить надо. Мы проходим то, что есть. Да? И сейчас мы разберем проход длоривы, когда мы снимаем захват со штанины. И когда нет захвата со штанины, в последнем блоке, это тоже не сильно долго, мы с вами это все делали. Людей мне не отвлекай, иди отсюда. Потом с ним поговоришь. Иди. Он и так ничего не запоминает. Иди, иди, иди. Встал рядом с ним. Я сейчас нож достану. Так, Илюх, иди сюда. Переставай сюда. Он там стоит, отвлекает мне людей. Ложись. Ложись головой туда. А лучше нет, головой сюда, сюда, сюда головой. И так, смотрим. Эти проходы для тех, кто, возможно, да, ну, не может прыгнуть, когда вас держат за штанины. Бывают такие люди. Обычно, сказать, психологически, типа, вас держат за ногу, они боятся прыгать. Поэтому мы должны уметь снимать захват со штанины. Что мы делаем? Я стою прямо, вот я здесь, меня держат за штанину. Я меняю руки. Этой рукой я опираюсь чуть-чуть повыше. Для чего? Чтобы лучше держать баланс. Дальше. Два способа. Первый способ, он не очень хороший для лови, когда у него слабая. То есть он не защищает ногу. То есть, смотрите, здесь я сбиваю. Чтобы сбить лучше, я чуть выпрямляю ногу. То есть она меня и так прямая, но я делаю натяг такой и толкаю рукой сильно вбок. Бум. И заправляю руку вот сюда. Беру его за рукав. Что я здесь делаю? Смотрите, я не пытаюсь вот так вот дергать горбатой спиной. Я подсаживаюсь на ногах, спина вверх. Видите, вот я здесь. Ручка у меня держит за кемалом, чтобы меня не толкнули или не утащились. Она прямая основание на ладони, не кулаком. Я делаю рывок на ногах вверх. Частая ошибка. Вы рваетесь на ногах и начнете сгибаться корпусом. Вы так не вырвете. Мы делаем на сиденье, как будто мы делаем встану. То есть я беру. Пум. Он специально опустил, потому что здесь бывает больно срывается. Я когда сорвал, я не отпускаю захват. Я свой кулак упираю в его ногу. То есть смотрите. Натянул. Кулак в его ногу. Захват за вторую страницу. Шаг назад. Вкручивание кулаков. Заход вбок. Бам. Сюда. Еще разочек. Сейчас подержите побольше, чтобы пожертвовать немножко пальчиков мне. Мы здесь были. Смена рук. Основанием ладони, да? Сбив. Взяли. Подсед, голова вверх. Прям от ворот натянулся, как на стану. Упираюсь рукой, поделка меня на себя. Вот рука. Пум. Срыв. Кулак в ногу, шаг назад. Еще раз. Я не с места. Я забегаю, прокручиваю, подбираю, блокирую ноги. Да? Это первый способ. Если доларивание очень хорошее. Второй способ. Если он умный, защищает ножку. То есть я здесь. Я поменялся. Я начинаю сбивать. Он колено к колену прижимает. Не, не, стой. Не толкаемся. Колено к колену. Ножка согнутая. И возвращает крючок. Я снова отжимаю. То есть я не могу взять изнутри. Если я возьмусь снаружи, его просто поднять таз, это будет вам оплата. Таз поднять. Да. Да. Паран всегда изнутри. Что я здесь делаю, смотрите. Я проверяю. Не получается. Окей. Смотрите. Его фокус внимания, как прожектор. Он светит в одну точку, где максимальную угрозу. Указали угрозу здесь. Легче будет убрать ногу. Значит, я тебя от камеры отодвину. Если я убрал ногу, да дайте мне ее убрать. Что я могу? Я могу дотянуться сюда, если он сосредоточен на защите своих коленей. Да. И сделать здесь все то же самое. Подсед, голова вверх. Рука здесь. Пум. Шаг назад. Еще раз. Не вот так вот одной ногой, а двумя. За штанг кулак упирается. Прокрут проход. Либо. Смотрите еще раз. Он. Защищает. Я понимаю, взбив. Лезу. Он защищает. Окей. Видите, он куда колени убрал. Я иду. Делаю проход. То есть он защищался от одного прохода. Я сразу же перешел на наш любимый. Вот этот вот. Мы можем это по-другому обыграть. Смотрите. Я условно здесь. Да. Хочу забрать. Он двигает этот ногой. Он мне. Смотрите. Я еще раз. Жестко. Ну, подержи. Ну, крючок вставь. Я отжимаю. Он защищается. Он не дает. Он перезаправляет крючок. Пум. Раскрываю. Смотрите. Я раскрыл. Не до конца получилось. Да. Позицию видите. Локоть дублирует. Жестко держи ноги. Работаем. То есть я шаг назад собрал. Бам. Все это было использовано для получения его реальства ради одного единственного прохода. Понимаете механику? Всегда проходы это система действий. Ни одно действие. Сейчас мы будем делать, когда мы вырываем руку, еще раз. Я подобрал. Я сел. Бам. И последний проход сюда же. Каза не держит за штанину. Ложите, пожалуйста. Вообще фишка Деларива хорошая в том, что нас ограничивает передвижение, что мы не можем уйти. Но есть люди, которые не очень хорошо понимают Делариву. И они, думая, что они играют Делариву, играют колор-слив, рукав-отворот. Давай, подальше от камеры. Туда головой. Они берут рукав-отворот. Ребята, это не Деларива. Это колор-слив-гард. Рукав-отворот. Если вы здесь взяли ноги на Делариву, это таки ничего не значит. Потому что суть Деларива в том, что я не могу убрать эту ногу назад. Здесь жесткий крючок. Я это могу сделать в любом случае. Здесь пройти очень легко. Я беру за ножку. Теперь смотрите, держи жестко мою руку, держи. Я подтягиваю свою локоть к своему колену. Еще раз, я не берусь здесь высоко, по тем причинам, по которым я указывал опасность в руке. Я притягиваюсь локоть к колену. Не перед коленом, а вот сбоку колена. Выпрямляю ногу локтем, видите, вот я, бум, сбиваю. Я его держу локотью колена. Я начинаю шагать назад, за ногу держу. Смотрите, я шагаю, видите, вот я подтаскиваю его. Держись, держись жестко. Вот, я подтаскиваю. Вот здесь, когда он на жопе, максимально растянутый, бум. Проход. Вот, то есть я выхожу, развиваю дистанцию из его ног. Ему приходится подъезжать, мы этим пользуемся, бам. То же самое мы фактически делаем в предыдущем способе. То есть мы там сняли захват за штанины, а тут ситуация, что его не было изначально. Еще разочек. Здесь плотно, спина прямая. В ножку гружу. Взял. Сбил. Шаг назад. Шаг. Шаг. Пом. Подобрали. Итак, ребят, последняя поправочка. Да, еще раз. У нас бывают неудачные попытки в каких-то движениях. Мы их используем для того, чтобы перейти на другое движение. Смотрите, вот меня взяли за штаны, допустим, я тут контролирую. Еще раз. Вес на ногах, ноги прямые. Я не подседаю каждый раз. Я условно, да, и заправлю. Я здесь, я подсел, держу жестко. Я делаю рывок, и у меня не сорвалось. Окей, бум. Я перешел на новый способ. То есть, еще раз. Если я искренне включился, смотрите, бывают две вообще проблемы. Почему они получились? Вы не доделали движение, оно у вас кривое, косое, да? Либо соперник сильнее вас в этом эпизоде. Кривое, косое движение исправляем нормальным движением. Если его не хватает, мы переходим на что-то новое, да? Он сконцентрирован на держании руки, забираем вторую ногу. Очень важно со вторым способом. Когда нас не держат за штанину, ложись. Головой туда, герой, давай. Очень много ошибок. Еще раз. Я здесь, я взял за отворот. За ногу держу, спина прямая. Я протянул руку к колену, я снял. Я отхожу назад, я его тащу. Вот здесь, на жопе он самый слабый. Прокручиваю, бум. Обязательно заблокировать ноги. Да? То есть я отхожу, и не упираюсь в него, я его вытаскиваю. Как бы сажаю его вот в такую позу на секунду. То есть у него была сильная позиция здесь, он хочет сильную позицию сюда. Я его замираю вот здесь, легкий толчок в ноги. Мы прокручиваем человека. Всегда наши проходы, они последовательны. Мы не спешим телепортироваться в сайт. Мы не спешим разобрать позицию. Условно положить его на спину, заправить на дыху руки, отключить ему голову. После этого мы проходим, да? Проход это вишенка на торте, а не скачок. Цель, чему мы учимся, это, во-первых, разбирать позицию. Да, то есть не вот я взял, выживанного человека, мне там дали три балла. Я взял, я забрал все его точки воздействия на меня, то есть одна нога, крючок. Его захватят точки, через которые он на меня воздействует. Я их устраняю. Воздействовать ему нечем, я на него воздействую, да, своим телом. Делорима разводилась, превратилась в открытый гард. Мы проходим открытый гард. Да? Понятно все? Сейчас задание сопротивления, мы одно напоследок. Стартера позиция Делорива. Сдача нижнего, не дайте себя пройти еще раз, нижний сейчас раз. Не свипует, то есть он сейчас держит максимально, срывовывая Делориву, да, или просто гард. Там в лаз какие-то не переходим, но если там Делорива откатилась в опен гард, то вы боретесь в опен гарде, понятно, да, там пытаетесь снова ее взять. Сдача верхнего, пройти гард. Сдача понятно? Понятно. Все, ребят. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Это стоило нам рваных штанов и кучи пота. Спасибо. 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 Спасибо.